Работу или что-то свое какое-то. Нет у меня фантазии насчет этого, чтобы что-то придумать свое. Татьяна, давайте сейчас, поскольку вы уже знакомы с методикой, сейчас сформируйте свой основной запрос, ответ на который вы хотите получить. Я знаю, что обычно просто, когда мы начинаем делать диагностику, очень много вариантов в голове возникает и хочется и то сделать, и то посмотреть. Ну ладно, я хочу понять, откуда моё беспокойство, тревожное состояние сейчас, как вот в данный период поднимается. Хорошо. Закройте глаза, давайте немножко расфокусируйтесь. Ну можете с открытыми, если умеете, да. Сделайте глубокий вдох. Небольшую задержку. Выдох через рот. И еще небольшую задержку. Повторите этот цикл. Еще пару раз. И как будете готовы, открывайте глаза. Я ставлю намерение на поле проявить истинную причину, откуда поднимается тревожность, которая транслирует ваша маленькая дочь. Найдите в поле первую фигуру. Она может находиться в комнате. Это может быть все, что угодно. Скажите, что это за фигура? Почему-то она оказалась перед собой в виде такого поля небольшого. Опишите его. Что-то как темнота какая-то. Так и скажите, я чувствую первую фигуру как темноту. Я чувствую первую фигуру как темноту. Почувствуйте, какие у вас к ней ощущения. Как будто равнодушие. Хорошо. Теперь в поле найдите вторую фигуру. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох и найдите фигуру номер два. Она перед носом, перед моим. Опишите ее. Что к ней чувствуете? Сейчас минуту, пока подошу еще. Можете просто тогда сказать фигуре. Фигура номер два. Мне жаль, что я не замечаю тебя. А ты перед моим носом. Да, я тебя не замечаю. Скажи, мне очень жаль. Повторите, пожалуйста. Скажи, и мне очень жаль. Мне очень жаль. Что чувствуешь? Какое-то нейтральное состояние или прям спокойствие, гармония внутренняя? Вот я проговорила, но мне жаль. Ничего внутри не поднялось. Угу. Хорошо. Давай посмотри и найди в поле перед собой фигуру номер три. Мне почему-то пошла зевота, и вот с правой стороны, на вытянутой руке, в правом углу, туда вот внимание пошло. Угу. Что ты там чувствуешь? Что там? Ну, какое-то вопросительное такое состояние. А что там, а что там? Кто-то наблюдает. Над вот этой ситуацией. Угу. Кого ты чувствуешь за третьей фигурой? Что, кто там? У меня почему-то и держит папа. Угу. А за второй фигурой ты кого ощущала? У меня почему-то мама идет. Что-то вот какие-то мышцы пробегали, что это либо первая, либо вторая фигура мамы. Угу. Хорошо. А за первой фигурой? Вот где-то дочь, где-то мама. М-м-м. Смотри, я тебе открываю фигуры. Первая фигура – это ты. То есть ты себя считываешь как темноту. То есть у тебя, видимо, нет представления, как ты видишь в дальнейшем свое будущее. Угу. Вторая фигура – это твое состояние счастья, спокойствия, гармонии, за которым ты видишь свою маму. Скорее всего, именно с мамой ты так себя ощущала. Но по какой-то причине ты, во-первых, сначала не видела эту фигуру, а потом оказалось, что у тебя уже, она уже под ногу перед носом, но ты ее не замечаешь. И причина того, что ты чувствуешь беспокойство, которое транслирует твоя дочь – это папа. То есть причина стоит за папой, которого ты чувствуешь, что он наблюдает за ситуацией, но каким-то образом воздействует на тебя. Так, что это за ситуация? Может быть, вот это напряжение, то, что я живу вместе с родителями, и с родителями я живу, и я вижу, что их это напрягает папу, маму. И может быть, это мне кажется. Смотри, в диагностиках я не иду в трансформацию, трансформацию делаю только на разборах. Сейчас вот это твое предположение, если оно тебе откликается эмоционально, что из-за того, что я чувствую, мама и папа, что я для вас абуза, да, то, что я вам мешаю, вас напрягаю, из-за этого я испытываю напряжение, откликается тебе это? Да, да. У меня постоянно приходит мысль, что я не могу свободно, самостоятельно жить, не могу себе это позволить. Я постоянно на них опираюсь, на родителей. Ну, на самом деле, девчонки, вот реально очень важная тема. Я недавно совсем проводила эфир, что вот в методике очень всё круто. Очень всё круто, что мы прорабатываем очень много детско-родительских травм, но не выходим в сепарацию как таковую, и ходим по кругу, прорабатывая там чувства мамы-папы, и чувствуем себя до сих пор маленькими там девочками, и не идём в ответственность, потому что мы не знаем своей ответственности, мы не знаем свои силы. И наша целостность заключается не только в отношениях с мамой, с папой, но и в обретении своей собственной целостности. А наша собственная целостность очень круто прорабатывается через определённые практики, где мы работаем именно с твоей внутренней целостностью, где мы работаем именно с твоими проявлениями, где ты понимаешь, почему ты как личность вот сейчас так себя ведёшь. То есть этим заправляют твои эго-состояния, которые в тебе заложены. Также мы работаем с личными границами. Раньше я пробовала делать групповую такую терапию, но я поняла, что групповая, ну как бы, она не даёт такого классного результата, чем индивидуальная работа. И вот сейчас у меня несколько человек находятся вот именно на этой программе, как внутренняя целостность твоя. Если тебе это откликается, то напиши мне, ну хотя у меня выше написаны все возможности работы со мной, именно по этой программе, она называется «Целостность». Состоит она из базы, из пяти сессий, которые дают возможность реальной сепарации от мамы и папы. И дают реальную платформу, да, такую основу, которая позволяет идти дальше. Дальше без чувства там самозванца, без чувства недостойности, без страха. То, что там меня накажет. То есть происходит прям настоящее взросление. То есть то, что нам действительно необходимо, чтобы жить своей жизнью взрослой и развиваться в этом пространстве. Если тебе реально это откликается, если ты хочешь выйти из этого состояния, перестать жить с мамой и с папой, начать жить счастливо, сама с собой, и там уже создавать свои отношения, приходи. Спасибо огромное. Я вот буквально сегодня с сестрой разговаривала со своей, и мы про практику обсуждали, практику рода. То есть принятие рода надо сделать. Принятие мамы и папы обязательно. Татьяна, ты должна понимать, что помимо рода, помимо родителей, есть ещё ты. И это немножко другие практики. То есть эти практики именно на познание твоей личности. Личности той, которая сформировалась вот в точке здесь и сейчас. И это не совсем про мастер разборов, это больше про психологическую терапию. А я как психолог могу давать такие практики и работать с тобой уже на более расширенных понятиях, потому что я применяю и энергетические практики, и можно через нейрографику где-то пройти, для того, чтобы твоё подсознание легче раскрывалось и давала тебе именно те ответы, которые тебе нужны. А сколько стоит это 5 сессий? 5 сессий стоит 35 тысяч рублей. Есть рассрочки, то есть от банка, всё как полагается, не захочешь через банк. Есть договорные. У меня в целом сессия стоит 7 тысяч рублей. Ну, так как это пакетом я продаю, то есть там уже вот результат. Понятно. Ну, я обязательно подумаю. Надо будет как бы это всё расставить. По местам, потому что... Тань, здесь важно только принять решение. То есть, либо я хочу выходить из этого состояния и повзрослеть, потому что ты сама чувствуешь, да, вот чем больше в нас проявляется вот эта неуверенность, это больше про то, что я боюсь, что кто-то взрослый придёт и меня накажет, либо скажет, что я там какая-то не такая, неправильно делаю и всё такое. И тем самым, ну, как бы мы не можем идти в свой жизненный опыт. То есть, таким образом это всё работает. А когда ты уже работаешь со своей личностью, ты уже с каждой сессией чувствуешь, что никто, кроме меня, не решает в моей жизни. То есть, я уже взрослая девочка. Мама и папа, вы классные, я вас люблю, мы единое целое, но я не есть мама, я не есть папа. У меня есть право ли я в своём жизни. Да, я полностью согласна с этой темой, потому что я именно сегодня об этом думала. Ну вот, ты притянула, притянула меня на свой запрос. Ничего не происходит, не происходит просто так. Из всех людей, да, ты первая зашла. И, как видишь, мы сразу с тобой попали в твой настоящий запрос, что действительно ты хочешь, что действительно тебе нужно. Я очень-очень рада. Альбина, включай микрофон. Привет, привет, Кристина. Привет, очень рада видеть. Как ты и говорила. Рада тоже тебя видеть. Я хотела, знаешь, с каким диагностику, с каким запросом провести. Получается, вот у меня как бы идёт такое обесценивание себя, в плане чего. Ну, я вот, я понимаю, что я только начинаю, и вот такое ещё пока внутреннее сказать, что да, я прям психолог, ну, я сама тоже по образованию психолог, изначально моё базовое образование психолог, заканчивала, ну, тогда ещё, это сколько лет, ну, сколько-то лет назад, да, и прошла полностью МЛП-практик тогда, да, прошла Эриксенский гипноз, вот сейчас академию закончила. То есть инструментов достаточно, да. Ну, тогда, когда я закончила, пошла в психологию, так получилось, что меня уволили, да, там, где я начинала, и у меня такая планка, всё, руки опустились, ну, типа, я не допсихолог, что мне нужно самой ещё как-то, наверное, в этом отношении расти. Я вернулась опять в медицину, где я работала всегда медсестрой, да, много лет опять проработала медсестрой, потом снова пошла в психологию. Вот, к чему я это говорю. То есть есть, ну, есть инструменты, которыми бы я могла бы идти, да, и это не только академия, да, не только я как мастер, я могу... Очень далеко. А, слышно, да? Да, хорошо слышно, я с тобой полностью согласна, что можно действовать и применять инструменты свои очень широко. Ведь я тоже, как бы, когда закончила методику, тоже думала о том, что, ну, всё, теперь, наверное, только буду работать по методике. Потом я поняла, что я гораздо шире этой методики, что я могу владеть и объединять многие инструменты, потому что даже вот про то, что я сейчас Татьяне рассказывала, это как раз о том, где я соединяю все свои инструменты и методику мастера сборов, где нужно, допустим, я вижу по сессии, что сейчас так надо, я погружаю, погружаю в расстановку и тем самым, естественно, даю клиенту ещё более глубокий, классный результат. И ты точно так же, да. Вот я сегодня, сегодня, наверное, я вот взяла на диагностику парнишку, да, первый мой опыт с мужчиной, до этого мужчин я никогда не консультировала. Ну, две девочки у меня были вот на сопровождении, я на, ну, с Айбуль вот мы создали программу, две девочки я взяла, ну, я же с Казахстана, по 250 тысяч тенге. То есть я вот декретить с нуля, можно сказать, с минус нуля я сделала 500 тысяч тенге. Но и всё равно у меня нету вот этого внутреннего, что я вот какой-то уверенности, да, сына? Альбина, ну, я тебе вот как изначально написала, да, Рика, ты со мной? Да, Китиночка, я с тобой с тобой просто. Как изначально я тебе написала, что я тебе также рекомендую вот пройти именно мой пакет целостность, на сколько, на какое количество, там, допустим, сессий решать только тебе. Почему? Вот, потому что, девчонки, вот, когда вы понимаете, что вы вырастаете уже из этих практик, которые вот только по методике, потому что методика работает на уровне психотравмы, да, то есть мы идём в травму, там её трансформируем, даём тот ресурс, который нужен человеку, на самом-то деле, да, вот так если с позиции, допустим, психологии на это смотреть, тем самым, там, допустим, человек внутренне доращивается, но дальше-то мы его не ведём, то есть человек понимает, что вот, там, мы ему даём, там, допустим, какие-то фокусировки, но они не решают его запрос на 100%, просто потому, что для формирования целостности личности ему нужно более глубоко себя познать, люди себя не знают, они не знают, почему, вот, допустим, я сейчас веду себя, там, допустим, как маленькая девочка, вот мне так всё весело, мне так классно, мне такие столько идей приходят в мою голову, а на этот счёт, да, у психологии есть эго-состояние ребёнок, свободный ребёнок, в котором человек творит, а человек, допустим, он даже не понимает, что в этот момент с ним происходит, но помимо этого состояния есть ещё множество других состояний. И вот, когда мы себя, свою личность начинаем изучать целостно, у нас не возникает вопроса, почему я сейчас чувствую в себе самозванца, то есть, почему я себя сейчас обесцениваю, не возникает этого вопроса, потому что он закрыт через познание себя, через познание своей личности. Альбин, ты понимаешь, о чём это? Ну, всё очень внимательно, я просто на параллели сынок, чтобы он мне не мешал, я потом звук выключила. Да, вот ты видишь, у меня тоже вот сынок вот этот, который со всех сторон что-то нападает на меня. Я имею в виду, чтобы ты понимала, про что я говорю. То есть, тебе, ты можешь идти развиваться дальше, ты можешь делать и миллион теньги налегка, то есть, тебе нужно себя внутренне познать, познать и немножко дорастить. Если ты, как бы, хочешь, мы можем сделать диагностику на этот счёт. Да, такая приемлемая, ну, нормальная, хорошая цена, просто реально сейчас, ну, блин, не говорят денег нет, да? Ну, вот, сейчас реально со всех сторон эти кредиты, вот приду обязательно, Кристин, я ещё тогда, когда только у Айгуль тебя увидела, я внутри почему-то у меня пошёл отклик, что я хочу к тебе на терапию. Вот прям вот внутреннее такое, знаешь, пошло, что мне нужно вот что-то вот пройти, такое терапевтическое, именно от психолога, чтобы вот дорастить, наверное, вот этого. И вот сегодня, знаешь, произошла такая ситуация, на балкон ты мне все дети вечно, такая произошла ситуация, что я, диагностику у парнишки сделала, и, ну, я вижу, что, как бы, я ему говорю, вот сейчас диагностика, вот это стоит 5000 тенге диагностика, да? И, ну, я вижу, что вот у него ском в горло подкатывает, эмоции, я говорю, плакать можно. Ну, как бы элементы терапии включила, что разрешено, типа, что, говорю, можно плакать, эмоции, это нормально. Я смотрю, ну, слёзы у него потекли. То есть небольшую терапию я не ушла прям, я говорю, что иерархия, то-то-то там дальше, да? Ну, чтобы ему как-то полегчало. То есть не цель же, что вот диагностика и всё, да? Конечно. И он мне после этого написал, мне прям легче стало. И такой через какое-то время пишет, говорит, ты представляете, Альбин, мне, говорит, позвонил, говорит, этот, там, Аким, что меня приглашают на должность зам Акима после диагностики. Я сама в шоке. Я говорю, после диагностика он такой, да. Я, говорит, сам в шоке, говорит. Но до этого у него болезнь бехтеревая. Я ему взяла и написала. Сейчас, сынок, сейчас. Я ему взяла и написала, говорю, давайте, говорю, знаете, я вам, у меня, вам предложение. Вообще, у меня, говорю, разбор стоит 15 тысяч тенге. Но я, говорю, вам предлагаю. Сейчас, сынок, чуть-чуть. Подожди, пожалуйста. Я говорю, давайте, говорю, сделаем, ну, 5 разборов, посмотрим по результату, говорю, 5 разборов по 5 тысяч тенге. Я не знаю, что мне двигало. Ну, как бы, внутри, чтобы себе поставить какое-то, что я могу, что ли. Что вот, я говорю, вы будете моим кейсом, ну, как бы, я вас буду показывать в Инстаграм, говорю, что я, есть результаты от болезни бехтеревы, да, что, как врачи говорят, что это неизлечимо, но можно достигнуть ремиссии. Я говорю, вы сделаете параметры, что сейчас, вот такая картина, и через там столько-то разборов, там, результаты, показания, такие-то, состояние такое-то. То есть вы будете кейсом, и каждый разбор, который стоит 15 тысяч тенге у меня, я вам буду делать по 5 тысяч тенге. Он такой говорит, да, хорошо, окей. Но потом, когда уже, мы еще сегодня с Айгуль встречались, тоже про мою ценность, самоценность разговаривали, что вот у меня, что я себя вообще принижаю. Я даже ей не сказала, что я ему так это, потому что думаю, сейчас Айгуль скажет, что ты опять себя обесцениваешь. Я даже не стала об этом говорить. И, Алина, холодно, балконник, зайди. И, ну, я внутри думаю, что вот проведу я ему, увижу, я почувствую свою какую-то внутреннюю силу, как эксперт, что я действительно могу, вот. Вот я хотела просто твое мнение услышать. Это обесценивание, или это просто какое-то... Альбин, на самом деле это твой путь. То есть, с одной стороны, если мы будем смотреть на это как на обесценивание, ты будешь так себя и обесценивать. Как только ты примешь, что это твой путь к самоценности, где с каждым полученным результатом ты будешь чувствовать себя круче, класснее, будешь чувствовать свой профессионализм, тем самым твоя внутренняя опора будет усиливаться. Но ты должна понимать, что если, как бы, опять, у нас же человек такая личность, что он зависит от многих факторов, что разное бывает. То есть, результат клиента зависит не от тебя на 100%. То есть, ты являешься проводником, но основную часть делает клиент. И то есть, но бывает такое, что от того, что у нас есть, допустим, чувство, где мы в себе не уверены, в какой-то момент это может проиграться. И клиент тебе начнет транслировать зеркалом, что... А и результат это нет. И в этом случае, если ты не обладаешь своей внутренней целостностью, принятием своей силы, то есть изначально, то ты можешь откатиться на несколько шагов назад. То есть, да, ты можешь таким путём идти, там, брать клиентов, занижать стоимость своей услуги, но это такой путь, вот такой вот шатковалки. То есть, но всё равно это лучше, чем ничего не делать. Я как бы внутри себе сказала, да, что, ну, сама себе думаю, сейчас я вот ему сделаю, увижу, что результат, и для меня это будет такое, что результат, типа, есть. Уже будут рассматривать повышение цены. Сама себе так внутри сказала. Просто для меня было важно, что ты сейчас сказала, что нужно воспринять, что это мой путь. Для меня такие были важные слова. Спасибо большое, Пестин. На сопровождение я обязательно приду, но чуть-чуть попозже. Смотри, это не сопровождение. Альбина, это терапия. Ага, да, да. То есть, это терапия по знакомству с собой и с теми своими сильными сторонами, которыми ты уже обладаешь для того, чтобы их принять в себе и уже действовать здесь и сейчас через такую, знаешь, внутреннюю сильную основу, вот как фундамент. Есть? Да, да. Мне вот этого не хватает, вот какой-то внутренней опоры, внутренний вот этого фундамента. Я всё думаю, вот, я, наверное, до сих пор думаю, что я вот обижаюсь на папу-маму, вроде и внутри и папу-маму приняла. Это бесконечная история. Да, да. Мама и папа, если не выходить из этого круга, это бесконечная история. То есть, когда я это осознала, когда я это поняла, я искренне люблю методику мастера сборов, я уважаю расстановки, потому что они действительно дают очень крутые и быстрые результаты, но мы должны работать шире и со своей личностью в том числе. Да, потому что я раньше была зациклена и думала, ой, так, сейчас какой мне разбор, куда мне пойти, в иерархию или туда. Я даже сначала, когда с ним начала, я такая думаю, так, мы не можем ему иерархию посмотреть, а может мне ему какую фигуру, потом сама себе такая, так, успокойся, во-первых, да, сделала вдох-выдох такая, есть клиент, ты проходила такую мощную оффлайн практику, шесть месяцев обучался НЛП-практик, где тебя обучили, как работать с клиентом, как к нему подстроиться, как все, по всем параметрам его вести, да, ты все можешь, такая внутри диалог с собой сделала такая, и такая, говорю это, раз, в поле все, пошла и успокоилась. Я такая думаю, зачем я зацикливаюсь на диагностику и думаю, что я не умею эти диагностики проводить, я же могу просто, даже разговаривая с ним, понять, в чем его проблема, и такая, разговариваю, раз, уже я вижу, что иерархия там, ему объясняют, и когда, как только я успокоилась, я с ним коннект нашла, вот. Конечно, это в момент, когда ты в состоянии своей внутренней спокойствия, гармонии, ты не только в коннект, с ним входишь, ты создаешь это поле, которое является уже трансформационным для клиента. Просто вот я не могу никак повысить вот эту цену, ну, хоть благо, хоть ладно, что я сказала, пять тысяч тенгей, я раньше вообще бесплатно все время проводила. Спасибо большое, Кристина, очень, очень было полезно, вот, особенно вот эти твои слова, что это мой путь, и я это вот сейчас осознаю и принимаю, благодарю, благодарю. во благо, во благо. Так, ну что, Татьяна, я вижу, что вы к нам вернулись. Если есть какие-то вопросы, можете задать, если нет, то, значит, будем заканчивать нашу встречу, я вас благодарю, что вы пришли. Алло, алло, я хотела уточнить вот по поводу моей диагностики, то есть, причина тревожного, тревожного состояния дочери, это вышел мой, мой папа, который наблюдает над этой ситуацией, и мне создает вот это напряжение. Я так, я так увидела, да? Татьяна, смотри, смотри, во-первых, начиная с себя, то, что изначально ты сама не видишь себя. Ты для, ты в своем подсознательном как черное поле. То есть, и это черное поле говорит о том, что ты не знаешь, что дальше. Как жить? Ну, как бы, если быть, ну, как бы, точнее, что ли. То есть, у тебя не сформировано понимание своего будущего. Что касается папы, то папа выходит причиной, потому что, возможно, у него есть на тебя какие-то ожидания свои, и ты чувствуешь это, и по этому поводу происходит определенное напряжение. возможно, есть какое-то напряжение, что ты боишься папу, да, и это создает тоже в тебе определенные реакции, да. то есть, по сути, если идти в разбор, то там уже будет более понятно, более ясно. Сейчас это возможность вариантов. То есть, как только ты разберешься с собой, с пониманием того, что ты хочешь, как ты хочешь, как ты себя чувствуешь, как ты себя видишь, все остальное само собой встанет на свои места. Понятно. Примерно понятно. Я поняла одно, что сколько бы ни прорабатывались, мы постоянно возникают какие-то вопросы, и проходит время, если я не прорабатывала, то я снова опять должна по-новому прорабатывать до бесконечности. Татьяна, так будет до бесконечности, пока ты не поработаешь сама с собой. То есть до тех пор, пока ты не обретешь свою внутреннюю целостность, как я уже раньше сказала, ты будешь ходить и прорабатывать родителей, потому что будешь чувствовать свою зависимость от них. В определенных ситуациях будут всплывать какие-то подсознательные программы родовые, возможно триггеры какие-то будут на тебя влиять. Естественно, то есть процесс саморазвития, он бесконечный, но результат этого процесса зависит полностью от тебя. То есть возьмешь на себя ответственность за свою жизнь, начнешь работать, вот сейчас ты поработала уже с родителями, ты уже знаешь, что, как, почему. Сейчас переведи фокус на себя, то есть я есть я. А дальше, ну как бы тут произойдет сепарация настоящая от родителей, то есть где ты почувствуешь себя хозяйкой своей жизни, что больше кроме тебя никто на твою жизнь не влияет. Прямо в точку все сказано. Я рада, я рада, что тебе это отзывается. И дочка сейчас проснулась и на меня смотрит с такими глазами, как будто она моя мама, а я ее дочь, то есть что я еще не повзрослела. Ну вот, а у тебя смотри, какая ответственность перед твоими глазами лежит, то есть твоя задача растить ее из правильной иерархии, где ты мама, она дочь, и за твоей спиной стоит твоя мама, ее бабушка. То есть у тебя сейчас есть такие знания, которые на тебя возлагают определенную ответственность. Потому что есть люди, которые вообще не знают что, как, почему, и они по сути чувствуют очень похожие чувства, эмоции, как многие из нас, но не понимают, что это такое, не понимают, как с этим жить, как этим работать. Дети вырастая, потом начинают прорабатывать родителей, не понимают, почему я чувствую ответственность за своих родителей. А все начинается вот с таких моментов, с моментов, когда на меня смотрит малышка, которая вот-вот только появилась на свет, а я в ней уже вижу свою маму. И это опасно. Но я ни в коем случае никого не пугаю. Это именно про то, что взять себе ответственность, ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей. А у меня в общем-то сегодня такой вопрос возник. Почему вот есть семьи и есть дети? В некоторых семьях, например, дети растут, у них нет претензий к родителям, а у других вот у меня вот и есть претензии. Почему? Ну тут может быть различные варианты ответов. Во-первых, каждая душа приходит с определенным набором каких-то внутренних моментов. То есть помимо того, что мы приобретаем в течение жизни, у нас есть еще набор каких-то родовых узелков, которые мы можем развязывать в процессе своей жизни. У некоторых людей, допустим, как сказать, какие-то моменты раскрываются с течением жизни. То есть нельзя сказать, что есть люди абсолютно несчастливые и абсолютно счастливые. То есть у всех свой процесс развития. У каждого какие-то свои моменты. кто-то там, допустим, о своих болях легко говорит о своих претензиях, а кто-то хранит их в глубине себя и никому не рассказывает, не показывает, а улыбается и вроде бы счастлив. Но никому же мы не залезем туда, пока человек сам не захочет раскрыться. Да, интересно, что это конечно. Нет ничего удивительного интереснее, чем человеческая жизнь и вот все, что связано с сознанием и подсознанием. Я вот пока в методику не пришла, я полностью не вникла было, что это вот пока не столкнулась с этими моментами. И самое интересное, мне в 38 лет я первая беременность у меня рода и все это. Хотя до этого я чувствовала, что я не готова к этому вообще. И у меня вот эта несамостоятельность и невзрослость, она меня всегда по жизни наверное тормозила. и вот пройдя вот эту методику я на какой-то момент повзрослела там, да, и потом сейчас опять чувствую откат назад пошел вот эта какая-то невзрослость, неготовность просто взять самому что-то сделать, добиться чего-то там задумываешься о том, как будет вот это точно у меня вот прям такая пора наступила что дальше, как дальше, могу-не смогу, такая вот какая-то тревожная может быть беспокойство на нее передается, хотя мне разбор уже делали на эту тему, ну как типа диагностики, на время становится спокойно, потом опять возвращается. Потому что пришло время поработать с собой. Тань, вот как только ты примешь такое решение, что все, я готова взрослеть, все, я понимаю, что я больше не хочу вот так, как я жила до этого. Вот как только ты придешь к этому полноценному решению, приходи. Приходи, и ты посмотришь на себя до и после. Стивночка, можно вспомнить? У тебя написано к себе нежно, это вот входит в то, что мы сейчас, это туда же входит, да? Нет, это сейчас я участвую в марафоне, где, если я правильно понимаю, что там 16 спикеров, которые дают какую-то полезную информацию в течение четырех дней, и можно присутствовать на этих эфирах, ну и получать какую-то информацию плюс бонус от спикера. К себе нежно, это просто я участвую сейчас в марафоне. Мой курс называется целостность. Мой курс по познанию вот своей личности называется целостность. Есть информация, да, в чате, да, по этому курсу твоему? Я тебе скину. Ага, все хорошо, спасибо большое. Ну, все хорошо. А пока спасибо за сознание. Всего доброго, я радую. Спасибо большое, еще раз будем на связи. Да, если будут, Татьяна, какие-то вопросы, просто напиши мне в личные сообщения, там на канале в шапке указана ссылка именно на мой личный профиль и туда можешь написать все вопросы и мы с тобой уже дальше продолжим общение в другом ключе. Хорошо, хорошо. Ну, все хорошо, рада была быть полезной. До встречи, до встречи на канале. Всего доброго. Пока, пока. Субтитры